Свой день рождения 9 июня отмечает телекомпания ТВИН. 28 лет, самый расцвет. За эти годы специалистами было сделано немало. В эфир вышло сотни программ, были реализованы самые смелые проекты. Количество качественной информационной продукции измеряется сотнями тысяч часов. О главных событиях в жизни города журналисты, операторы, звукорежиссеры и режиссеры монтажа рассказывают и показывают оперативно и максимально объективно. И готовы продолжать в том же духе еще не один десяток лет. О творческих планах и любви к профессии сюжет Евгения Солохуддиновой. Что такое телекомпания ТВИН сегодня? 24 часа вещания в сутки. Потенциальная аудитория порядка 500 тысяч человек. География Магнитогорска, ряд районов Челябинской области и Республики Башкортостан. 28 лет назад об этом можно было только мечтать. Кстати, в далеком 1993 году, когда телекомпания только открыла свои двери, как раз все и начиналось с большой мечты, десятка единомышленников и смелых планов на будущее. Как один из старожилов телекомпании, вот вспомни, как это было в далекие 90-е годы и как это и сейчас сравнивают. Технически это было сложнее, конечно, потому что уровень оборудования был не тот. Приходилось какие-то вещи изобретать. Ну, тут у нашей гениальной инженерной умы творили чудеса. Но эмоционально где-то было легче. Сейчас каждый второй, не считая каждого первого, блогер, видеооператор, фотограф и так далее. То есть все считают, что они могут делать телевидение. Все равно, я могу сказать, люди решают. То есть, если есть профессионалы, то дилетанты их не победят. На результат телекомпании трудятся десятки специалистов. Это творческий и технический персонал, журналисты, телеоператоры, инженеры, звукорежиссеры и, конечно, режиссеры монтажа, благодаря которым многочасовые съемки обретают емкую форму информационного сюжета. Вообще это искусство телевидения или? Это как шахматы. Непонятно, то ли это спорт, то ли искусство, то ли наука. Это, наверное, смысл жизни. На телеканале есть что посмотреть. Это, конечно, ежедневные выпуски новостей. Есть и прямая связь со зрителем. Два раза в неделю в эфир ТВН выходит интерактивная программа «Времечка». Реализованы находятся в процессе реализации целый ряд проектов. Современных, актуальных, стильных, сделанных со вкусом. Автор одного из последних под названием «ГТО» Надежда Кенаш рассказывает, у ее команды получилось своего рода реалити-шоу, в котором есть место подвигу. В этом году 90 лет ГТО, и наш проект, конечно, посвящен этой дате. Наши команды — это 7 человек, все разного возраста, все работают. Это непрофессиональные спортсмены. Кто-то работает в университете, кто-то работает на комбинате. Но у всех в них было желание сдать нормы ГТО, и поэтому, собственно, мы пригласили их в наш проект. Совсем скоро их ждет главное испытание проекта. Они будут сдавать нормы ГТО, причем будут сдавать их реальным, без всяких подтасовок. Вот как все выполнят, такой знак и получат. Важно отметить, каждый материал подан так, чтобы понять его могли. И взрослые, и дети. Возрастных ограничений продукция телеканала не имеет. У нас все журналисты — это личности. Величайшее достижение. Второе достижение ТВИНа за все вот эти годы существования — это то, что мы не участвуем в этой безумной гонке, кто вперед выдаст информацию. Мы идем по другому пути. Мы соучастники, мы помощники. Когда мы приезжаем на съемки на промплощадку ММК, звучит очень мощное слово. Вы ведь наши. И вот это слово «наши», оно дорогущего стоит. Нет сомнений ни у специалистов телекомпании, ни у руководителей в том, что будущее у телевидения есть. И оно довольно светлое, без ряби и шума. Заменить его полностью, вытеснить те же соцсети не смогут никогда. Степень народного доверия к профессиональной журналистике, как правило, гораздо выше. Задача канала сегодня — планку не уронить. Существует такая норма, как обязательный общедоступный канал. Он будет выбран в каждом муниципальном образовании. То есть мы сейчас имеем 20 федеральных обязательных общедоступных, один региональный. И вот в ближайшее время в Магнитогорске он тоже должен появиться. Этот канал соответствует ряду критериев, и мы должны им соответствовать. Другая задача, которая вытекает из просто динамики существующего времени, мы должны совершенствовать отрасль производства аудиовизуального контента, который должен быть достаточно привлекательным для разного зрителя, для разных площадок. Продолжать развиваться во что бы то ни стало — вот главная цель телекомпании сегодня. И, конечно, осуществлять вещание в прежнем объеме, завоевывая все новую аудиторию. Евгения Солхудинова, Александр Макаров, телекомпания «ТВИН». ТВИН Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова